Здравствуйте, с вами портал Exeget.ru и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского Педагогического Университета и Ярославской Духовной Семинарии. Мы продолжаем наш с вами курс, посвященный Божественной Литургии. И сегодня мы поговорим с вами о том, как это таинство продолжило свое развитие в эпоху после Миланского Эдикта, то есть в период правления, собственно, императора Константина, ну или можно даже шире сказать, в период классических отцов, то есть порядка IV-VI-VIII веков, где-то в этот промежуток времени. Конечно, это очень широкие временные границы, и в этот период времени происходит огромное количество тех или иных видоизменений, во-первых и главных, в целом в жизни христианской церкви, ну и в том числе и в ее богослужебной логике, потому что закон молитвы – это закон веры. В этот период времени у нас очень активны догматические споры, и их следы, конечно же, будут проявлены и в литургических и текстах, и в целом, в последовании, и в целом, мы можем заметить, что для этого периода времени характерна своеобразная тенденция по нарастанию единообразия. Мы можем совершенно четко на основании достаточно большого количества тех или иных источников, тех или иных памятников, говорить о том, что древняя церковь была церковью исключительного разнообразия. То есть полнота церковной жизни была представлена в рамках каждой крупной общины, возглавляемой епископом. Какие-то чрезвычайно крупные общины были представлены определенного объема клиром, то есть епископу помогали не только декана, но и пресвитеры, которые на местах совершали практически все богослужения, при этом, однако же, например, не рукополагая иных представителей клира, в этом, собственно, состояло их главное от епископа отличие. И таким образом, внутри достаточно крупных устойчивых общин начали формироваться совершенно свои, достаточно своеобразные, в том числе и литургические традиции. То есть мы можем говорить о том, что для рассматриваемого нами периода времени характерно существование целого ряда, то есть большого объема такого рода литургических традиций. Мы можем вспомнить здесь такие литургические семьи, как Антиохийскую, Александрийскую, Иерусалимскую, Восточно- и Западно-Сирийскую, Каппадокийскую, Римскую, и это далеко не полный их список. Но при всем при том, в рамках этого же периода времени у нас начнется процесс, ну скажем так, сведения всего этого к большему и большему единообразию. Связано это будет в том числе и с процессом выделения наиболее значимых кафедр из общего числа епископий и их, скажем так, все более и более возрастающий объем административных функций, то есть объединения вокруг себя других епархий, ну и по факту формирования того, что мы в современной практике называем поместными церквями. Конечно, как правило, ситуация выглядела таким образом, что те практики, которые были приняты в центре данной поместной церкви, в метрополии, то есть в городе-матери, с течением времени так или иначе становились нормативными и для всех тех епархий или диоцезов, которые внутрь вот этой метрополии так или иначе входили. Далее этот процесс укропнения мог продолжаться еще и еще, ну и в конечном итоге мы приходим к тому, что, в общем-то, восток у нас остался представлен, ортодоксальный восток, да, в очень небольшом числе практикуемых чинов литургических. Это литургии полные, да, Василия Великого и Иоанна Златоуста, ну и в рамках такого достаточно маргинального явления можно вспомнить греческий текст литургии апостола Иакова и литургию апостола Марка. Но, в отличие от литургий Василия и Иоанна, данные тексты практиковались крайне ограниченно в рамках церковного года и только в совершенно конкретных православных общинах, да, то есть литургия Марка в день его памяти в Александрии, литургия Иакова, соответственно, в день его памяти в Иерусалиме. Запад же, представленный также, да, некоторым количеством обрядов, да, таких как, например, римский, галиканский, мазарабский, амвросианский, в конечном итоге приходит к доминированию римского обряда, которое в конечном итоге закончится формированием того чинопоследования мессы, которое будет иметь название по собору, однозначно его утвердившему тридентская месса. При всём при этом понятно, что как бы в рамки нашего курса детально эта история не входит, просто отметим это как тенденцию. Вы можете, например, полюбопытствовать, как выглядели иного вида, иного типа литургии в книге «Древние анафоры». Так как бы она достаточно давно уже издана на русском языке, и там мы увидим вот это как раз огромное количество соответствующего рода евхаристических чинов и традиций. В целом данный период, конечно, можно характеризовать как время, когда церковь, выйдя из подполья и катакомб, обретя, кроме всего прочего, социальный и политический вес и значимость, конечно, очень сильно переосмыслила свои внешние формы. Нужно заметить, что к 313 году с точки зрения ряда исследователей уже практически каждый десятый житель империи был христианином, то есть уже на этом этапе христианство представляло собой достаточно серьезную силу. С момента же, когда император заявил о своей приверженности новой вере, а потом в рамках буквально пары поколений христианство стало непосредственно государственной религией империи, всем и каждому стало понятно, что если ты друг Цезарю, то ты, конечно же, должен стать и другом Христовым. Это своеобразно повлияло на климат, скажем так, внутрицерковный. Именно ведь в этот период времени у нас возникает монашество как попытка сохранения той самой живости и цельности собранности веры, которые, как стало казаться, ряду христиан начали растворяться в обычных приходских общинах. На этом периоде, конечно же, огромное количество людей в церковь приходит, и ее внешние формы приобретают тот блеск и великолепие, к которым мы привыкли в рамках уже форм, скажем так, нам актуальных и современных. Во-первых, здесь нельзя не сказать о храмовом здании. Важная деталь, что христиане очень внимательно относились к тому, чтобы, скажем, не заимствовать ничего напрямую из языческой религиозности, и при огромном объеме самых разных форм реализации храмового пространства в греко-римском мире, они дистанцировались от них всех, и в качестве своего храмового здания избрали совершенно светский архитектурный тип, избрали здание базилики, то есть, собственно, она и называется по имени Василевса, то есть, царя-императора, царским домом, то есть, по факту, присутственными местами, то есть, местом, где в рамках античного города мог заседать, например, какой-то городской совет, где мог осуществляться соответствующего рода суд, заключаться сделки и другие подобного рода совершенно светские, в общем-то, вещи. Здание этого типа и становится основным для первого периода вот этой, скажем, уже такой открытой, негонимой истории христианской церкви. В этом здании мы наблюдаем деление храмового пространства на нефы, то есть, внутри базилики свод поддерживают обычно два ряда колонн, соответственно, таким образом, они делят пространство на три объема, которые и получают название нефы. Отдельным образом выделяется алтарная апсида, она существует и в обычной базилике, и вот там как раз находятся, например, места для того, чтобы там могли, например, сесть те же самые участники суда, или же, например, какие-то городские управляющие органы. Все это остается и в базилике христианской, то есть, к примеру, центральное место, которое в обычной базилике как бы отделено для императора, на нем, конечно, он практически никогда не присутствует, ввиду того, что не во всех городах империи он просто бывал за период своего правления, но, тем не менее, оно символически отделено для него, все же остальные рассаживаются по правую и левую стороны внутри этой апсиды, внутри этого полукружия. Таким же образом и в христианской базилике центральное место отводится для Христа и занимает его, например, в рамках богослужения только епископ, который является, да, абсолютным в этом смысле главою данного евхаристического собрания. Пресвятые реже, да, священники занимают места справа и слева от него, то есть это, собственно, наше в классическом понимании горнее место и как раз священство, рассаживающееся по сторонам от этого места центрального. Алтарь выделяется, во-первых, и главных подъемом уровня, да, то есть он выше, чем основной базиликальный объем. Иногда он отделяется решеткой, да, то есть решеткой или какого-либо рода заграждением, которое потом, пройдя долгую историю, вырастет в формат иконостаса, например, на востоке и не переродится в иконостас на западе, да, то есть останется также в формате либо колоннады, да, определенного рода перестиля, либо же просто вот в таком же, да, решеточном формате, который мы можем увидеть даже в достаточно поздних памятниках, таких, например, как Сикстинская капелла. В центре алтарного пространства будет поставлен престол, главное место. В рамках литургических текстов он будет получать очень разные наименования, то есть, например, престол – это его наименование достаточно современное, да, как правило, называется он святую трапезу, или получает название, также он может именоваться и алтарем, и жертвенником, то есть, хотя, например, в нашем современном обиходе термин «жертвенник» используется достаточно узко и имеет в виду тот стол, на котором дары предуготовляются перед началом литургии. Одним из ранних для этого периода памятников, который описывает в том числе как раз и литургическую традицию, являются так называемые апостольские постановления. Возникают они не ранее второй половины IV века, относятся, по всей видимости, к сирийской традиции, отражают реалии церковной жизни данного региона. Безусловно, наименование их апостольскими постановлениями – это достаточно широкая фигура речи, и попытка через такую как бы псевдоэпиграфичность приписать им соответствующего рода авторитет. Но нас они интересуют как памятник, отражающий свою современную церковную практику. Здесь мы можем, обращаясь как раз к описанию литургии, прочесть следующее. «Все вместе, встав и обратившись к востоку, по выходе оглашенных и кающихся, пусть молятся Богу, вошедшему на небо небес на востоке. Воспоминания также о древнем жительстве в раю, находящемся на востоке, откуда первый человек был изгнан за нарушение заповеди по наветам змея». То есть, собственно, мы видим, что уже совершенно четко литургия делится на литургию оглашенных и литургию верных. С оглашенными храм вместе покидают кающиеся, то есть те, кто не будут принимать участие в основной части литургии, потому что не могут причащаться. Все же остальные верные приглашаются к молитве и указываются на нормативную христианскую практику молиться на восток. То есть христианство в этом смысле не избирает какую-то, например, конкретную историческую точку, то есть оно не молится, например, в сторону Иерусалима или какой-либо другой святыни, а в целом обращается к востоку ввиду целого ряда тех смыслов, которые нам только что предложил текст. «После молитвы один из деканов пусть посвятит свое внимание приношению Евхаристии, служа телу Господню со страхом, а другие должны наблюдать за народом и поддерживать в нем тишину». Здесь, кроме всего прочего, мы видим, что евхаристическое собрание, которое на самых ранних этапах было достаточно, как мы говорили, немноголюдным, кулуарным, собирало вокруг хлеба и крови этого таинства тех людей, которые прекрасно понимали, чем они рискуют и жертвуют, то есть готовых ко всему за Христа, на данном этапе стало уже достаточно объемным, многолюдным и, кроме всего прочего, шумным. То есть здесь степень напряженности проживания литургического действия совсем не такова, как в годы гонений, поэтому из деканов кто-то занимается непосредственно у престола и служит при совершении Евхаристии, а другие поддерживают порядок в храме. В современной практике мы такого, конечно, не видим, но даже элемент, когда декона, например, вместе с народом поют те или иные литургические песнопения, ну как бы может быть нами рассмотрен как такой очень далекий отсыл к подобного рода практикам. Диакон же, стоящий рядом с архиереем, пусть скажет народу, да никто против кого-либо, да никто в лицемерии. Это вот указание на ту самую тайну церкви, как тайну любви. То есть в конфликтах и неприятии друг друга члены христианской общины не могут приступать к причастию, о чем им напоминает диакон соответствующими словами. Потом пусть приветствуют друг друга мужчины мужчин, а женщины женщин целованием о Господе, а не коварно, как Иуда предал Господа целованием. То есть мы видим то, что мы видим то, что практика целования мира как бы присутствует до сих пор и вот в таких уже крупных общинах. При этом она конкретизируется, что это не практика всеобщая, а мужчины приветствуют мужчин, а женщины женщин в избежании появления каких-то недолжных контекстов. И указывается на то, что целование мира должно быть именно мирным, чтобы никто злоумышляя или держа что-то на сердце против ближнего не приступал к нему сложным, то есть коварным, как Иуда, целованием. После этого пусть диакон возносит молитву о всей церкви, о всем мире и о составных частях и произведениях, о священниках и начальствующих, об архиереи и императоре, о повсюдном мире. То есть здесь мы видим, что то, что мы сейчас называем мирной ектеньей, находится не в начале богослужения, а в начале литургии верных. После того архиерей, молитвенно испросив народу мир, пусть благословит его, как и Моисей заповедал священникам благословлять народ. То есть здесь указание на роль предстоятеля внутри общины интересным образом соотносится с ветхозаветными постановлениями. Мы видим, что на самом раннем этапе такого рода логика, как правило, отсутствует. То же самое послание к евреям апостола Павла, о котором мы когда-то с вами говорили, в дефхаристическом контексте, как раз маркирует разницу между первосвященством Христа и первосвященниками храма. То есть те носят священство Левицкое и священство Ааронова, здесь же первосвященник вовек по чину Милхиседека. Итак, пусть и епископ помолится и скажет, спаси люди твои, Господи, и благослови достояние твое, которое стяжал и приобрел ты драгоценной кровью Христа твоего, и нарек царственным священством и народам святым. После же этого пусть будет возносима жертва при стоянии и безмолвном молении всего народа. И когда она будет вознесена, тогда каждый разряд один за другим пусть причащается тело Господней и драгоценной крови в порядке, с почтением и благоговением, приступая как к телу дара. Женщины пусть приступают с покрытыми головами, как приличествуют женскому чину. Между тем двери должно стеречь, чтобы не вошел кто неверующий или непосвященный. Здесь опять же мы видим, да, и указание на практику, которое сохраняется в рамках нашего современного последования, указанием на двери-двери. Дьякон возглашает, напоминая о том, что они должны быть заперты и, соответственно, за литургией не присутствуют те, кто не причащаются. Современная практика, конечно, на это так уже не смотрит, да, но вот ее древние истоки мы можем в такого рода логике видеть. Здесь не приводится текст молитвы, указана только ее общая логика. При этом говорится о молении народном безмолвном, то есть когда молится предстоятель, все остальные молчат. И, кроме всего прочего, что к причастию приступают все, этот дар всем предложен, потому что все царское священство, все народ святой, при этом, однако же, причащаются все согласно определенному чину, да, то есть первым идет, по всей видимости, предстоятель, далее клир, далее миряне. Так как бы здесь, по всей видимости, даже есть определенная градация между мужчинами и женщинами, так как о женщинах есть отдельная ремарка о покрытии ими головы. Любопытно, что в этот момент времени в богослужении появляются много достаточно таких оригинальных элементов, ну, например, мы уже сказали о том, что оно сопровождается пением, хотя христиане пели и в рамках своих тайных собраний. Более того, есть даже, например, такие сюжеты из «Житии мучеников», когда человек стал христианином благодаря тому, что шел мимо чьего-то частного дома и услышал, как там кто-то поет псалмы. Это было, собственно, христианское богослужение. Он вслушался в текст, он его заинтересовал, он вошел внутрь дома и, собственно, поучаясь, впоследствии стал частью христианской общины. Так вот, богослужение начинает сопровождаться достаточно разработанным пением. У него будет вообще своя совершенно долгая и своеобразная история, вполне возможно, мы ее с вами коснемся в рамках нашего лекционного курса. Одежды священнослужителей начинают выглядеть не так, как обыденная одежда. Мы также поговорим с вами и об облачениях священников. Здесь просто замечу любопытный эпизод церковной истории. Еще до Миланского эдикта. В второй половине третьего века у нас возникает очень интересная фигура на христианском востоке. Это Павел Самосадский, глава церкви в Антиохии. Это период примерно сорокалетнего мира, когда церковь достаточно долго находится в относительно спокойном существовании, непритесняемо римским государством. И Павел, благодаря благоволению царицы Зенобии, которая правит Сирией в этот момент времени, занимает одно из ведущих мест в сирийском тогдашнем обществе. Павел известен в церковной истории как еретик и осужден ввиду своих неправоумствований о Святой Троице и о Господе Иисусе Христе. Но любопытно, что современниками он осуждался не только за это, но и за очень своеобразный образ жизни. Во-первых, за то, что он епископствовал с властью, ну то есть не только занимался церковными своими делами и окормлением христианской общины, но и занимал достаточно высокий пост, скажем так, в рамках города и, соответственно, имел ряд попечений о совершенно обыденных городских делах, то есть был знаковой политической фигурой в свое время. А во-вторых, он был первым, кому пришла в голову мысль настолько странная и удивительная для своего момента времени, что об этом говорят церковные историки. Он начал украшать церковные облачения драгоценностями. И это казалось так странно и невместимо, как может быть крест Христов, например, украшен драгоценными камнями, будучи орудием казни Господней и великой святыней, скажем так, совершенно не соотносящейся с ценностями мира сего. Вот Павлу, среди прочего, в, скажем так, грех вменялось и это. Как своеобразно будет развиваться церковная традиция в рамках очень небольшого периода времени. Пройдет столетие с небольшим, и церковные облачения будут блистать во всем своем великолепии. Но это совсем другая история, и, повторюсь, этот материал мы с вами чуть позже детальнее рассмотрим. Нельзя не заметить, что изложенный здесь порядок литургии в общем и целом вполне соотносится с той логикой, которую мы видели в текстах Иустина Мученика, описывающего, в общем-то, римскую практику II века. То есть здесь сирийская практика века IV. Соответственно, мы можем сделать вывод о том, что концептуально, вот в самом своем основном ядре, несмотря на все эти многочисленные отличия чинов и практик, литургии придерживаются некой достаточно общей логической схемы. Далее, например, обращаясь к поучениям тайноводственным святителя Кирилла Иерусалимского, мы можем заметить, как выглядит христианское богослужение, как выглядит литургия в Иерусалиме в его период. Тоже IV век. Это пятое тайноводственное поучение. Вспоминаем небо, землю и море, солнце и луну, звезды и всю тварь, словесную и бессловесную, видимую и невидимую, ангелов, архангелов, силы, господство, начало, власти, престолы, херувимов многоочитых. Как бы говоря с Давидом, величайте Господа со мною. Поминаем же и серафимов, которых духом святым видел Исаия, стоящих окрест Божия престола. И для того преданное нам от серафимов богословие это повторяем, свят, свят, свят Господь Саваоф, да сделаемся причастниками песнопения вместе с примирными воинствами. То есть здесь он говорит нам также не прямой текст, но общую логику вот этой главной литургической молитвы, анафоры. И мы видим, что в ней присутствует, например, вот элемент воспоминательный, то есть где мы говорим о всех благодеяниях и дарах Божьих, а далее он перетекает в воспоминания конкретного момента Тайной вечери. После этого, осветив себя духовными этими песнями, молим человека люкца Бога, да не спошлет Святого Духа на предлежащие дары, да сотворит хлеб оба тела Христова, а вино кровь Христову. Ибо всего, чего коснется Дух Святой, освящается и прилагается. Вот здесь любопытный момент, что святитель Кирилл уже здесь ясно совершенно указывает, что в литургии вот это тайнодействие осуществляется через нашу апелляцию к примеру Христову, что вот из-за того, что Христос таким образом пострадал и воскрес для спасения нас, мы поэтому и имеем дерзновение обращаться к Богу со столь дерзостной просьбой, чтобы хлеб и вино стали телом и кровью Христовыми. А действие это происходит не нашими усилиями и не нашей молитвой или праведностью, но исключительно даром Духа, то есть Дух Святой нисходя и изменит эти предлагаемые нами дары. Причем заметим, что традиционное святоотеческое богословие, вот здесь мы у святителя Кирилла видим на это указание, используют очень корректный, лаконичный и многозначный термин «прилагаются». То есть впоследствии, в том числе во многом под влиянием богословия западного, мы привыкнем говорить о присуществлении, то есть о некоторых глубинных природных изменениях внутри предлагаемых даров. Святоотеческое богословие, говоря о этом изменении, которое с дарами произойдет, пользуется более нейтральной терминологией, говорит о приложении. Потом по совершении духовной жертвы, бескромной службы, при той же самой жертве умилостивительной, молим Бога о всеобщем мире церквей, о благостоянии мира, о царях, о воинах и сподвижниках, о находящихся в немощи, об утомляемых трудами и вообще обо всех требующих помощи, молимся мы все и эту жертву приносим. Вот оно, да, идея Евхаристии как таинство не только собирающего церковь, но и содержащего мир, потому что в рамках вот этого уникального действия Божия любовь Господня становится зримо и действенно осязаема в этом мире. Поэтому церковь молится, принимая столь экстраординарные и невместимые дары не только о себе самой, но и обо всем мире, который жаждет, желает и ожидает Божьего присутствия. После поминаем прежде почивших, во-первых, патриархов, пророков, апостолов, мучеников, чтобы их молитвами и предстательством принял Бог моление наше. Потом и о представившихся святых отцах и епископов, и вообще обо всех из нас прежде почивших, веруя, что превеликая будет польза душам, о которых моление возносится в то время, как святая предлежит и страшная жертва. Вот это всегдашняя и древняя церковная интуиция, объединяющая в своей молитве всех, и живых, и усопших, и праведников, и неправедников, то есть и святых, и обычных людей. Здесь мы видим, что, например, после совершения, собственно, анафоры, после освящения даров, упоминаются все древние праведники, современные почившие отцы, да и вообще всякие почившие, например, христиане. Более того, когда мы будем говорить с вами о соответствующем фрагменте литургии, мы увидим, что, в общем-то, молитва эта объединяет не только усопшую часть церкви, но говорит, конечно же, и о живых. То есть в теле Христовом нет различия ни временного, ни пространственного. Все едины в Христе. Очень любопытные свидетельства о церковной жизни в этот период мы видим у святителя Иоанна Златоуста. Кроме всего прочего, они любопытны еще и тем, что описывает он монашескую традицию, и уже указывает на нее, как на определенный пример, в том числе и для христиан, живущих в миру. Здесь мы видим ту логику, которая потом существенным образом окажет влияние на христианское богослужение. Первоначально это до некоторой меры и степени были невзаимосообщающиеся сосуды. То есть существовала своя логика развития, например, богослужения Приходского, своя логика развития богослужения для крупных кафедральных соборов, как, например, песенное последование Софии Константинопольской, и совершенно свои логики тех или иных монашеских уставов. Однако же указание на то, что ряд монашеских практик хорош и на самом деле может являться примером для организации, в том числе, богослужебной жизни, вот у святителя Иоанна мы наблюдаем, и он один из первых, указывающий на подобного рода идею, но впоследствии в христианской традиции таких авторов будет достаточно много. Обратим внимание на текст. Он говорит, например, о том, как строится день монашеской общины. Мы имеем в виду, что это, конечно, какая-то конкретная монашеская община, в том смысле, что, скорее всего, он живоописует ту логику и тот порядок, который наблюдал в свое время в Антиохии. Встав, они тотчас становятся в ряд, и с великим согласием и мелодической устроенностью поют пророческие гимны. Ни гусли, ни свирель, ни иное какое-либо музыкальное орудие не издает такого звука, какой можно слышать в глубокой тишине в пустыне, когда поют эти святые люди. И самые эти песни плодотворны и исполнены любви к Богу. А когда они опять поют вместе с ангелами, потому что и ангелы тогда поют, говоря, хвалите Господа с небес, между тем, как мы в это время зеваем, храпим или лежим на взничь, или придумываем тысячи обманов, то какое благо приносит нам то, что они в этом проводят всю ночь. Когда же начинается рассвет, тогда они, наконец, отдыхают. И в то время, как мы начинаем свои дела, они имеют час отдыха. С наступлением дня каждый из нас, позвав другого, ведет с ним речь о дневных расходах. Затем один выходит на общественную площадь, другой занимается другим занятием. Между тем, как они, окончив утренние молитвы и песнопения, обращаются к чтению писаний. Есть между ними и такие, какие научились списывать книги. Каждый из них, заняв свое отдельное жилище, постоянно упражняется в молчании. Никто не суисловит, никто ничего не говорит. Потом совершают они третий, шестой, девятый час и вечерние мультфословия. И, разделив день на четыре части, по окончании каждой из них прославляют Бога псалмопениями и гимнами. Воистину они сыны света. Первые, то есть миряне, проведшие большую часть дня во сне, становятся тяжелыми. А последние, до позднего времени, оставаясь без пищи и занимаясь гимнами, все еще трезвятся. Когда же наступает вечер, первые спешат в бане и на увеселение, а последние, освободившись от трудов, наконец садятся за трапезу. И не поднимают толпы слуг, не бегают по дому, не производят шума, не предлагают множество блюд. Но подают одну только хлеб и соль, а другие прибавляют елея, у немощных подаются травы и овощи. Потом, посидев немного времени, или, скорее, завершив день пением гимнов, каждый из них и почивает в постели, приспособленной к тому, чтобы найти в ней не негу, а только успокоение. Конечно, это прекрасная, риторически усиленная, идеалистическая картина монастыря, в которой, как мы видим, святитель уже сравнивает жизнь христианина в миру и жизнь монаха в такого рода общине, находит много хороших и сильных сторон именно в монашеской жизни. Повторюсь, большое влияние это в том числе и на богослужебную практику нашу в конечном итоге окажет. Здесь мы видим, и не только в данном произведении, но и в многих текстах других святителя Иоанна, в соответствующих упоминаниях о ряде практик монашеских общин в текстах святителя Василия Великого, что в целом формируется любопытная логика. В рамках христианского восприятия, скажем так, чисел 7 и 8, как полноты и сверхполноты, похожим образом начинают смотреть и на богослужения. То есть, как, например, у нас есть 7 дней, внутри которых бытийствует мир, то есть, с точки зрения ряда святых отцов внутри седьмого дня мы с вами до сих пор и живем, а дня восьмого, то есть грядущего, в котором исполнится полнота всего и Бог будет все во всем, мы только ожидаем. Точно так же и богослужебные последования. Можем в целом мы насчитать порядка 7 служб суточного круга, вот эти все утренние, вечерние, часы, и восьмой службой, как бы вне этого круга и над ним стоящей, будет считаться та самая литургия. То есть, хотя в обиходе она у нас потом получит очень такое простое и народное название обедня, указывая тем самым ей какое-то конкретное время внутри этого круга. Но на самом деле, вот с точки зрения той же самой отеческой логики, все-таки она отличается от всех остальных богослужений, как восьмой чаем и нами день отличается от всего того времени, внутри которого мир живет и существует. Апофеозом развития вот всей этой красоты и пафосности христианского богослужения мы, конечно, можем назвать теченопоследования, которые сформируются в рассматриваемый нами период в главном храме христианского мира в Софии Константинопольской. Строится он в 537 году императором Юстинианом, который достаточно, скажем так, пафосно, как говорит об этом предание, по завершении строительства замечает «Я превзошел тебя, Соломон». И в определенном смысле слова это действительно было так. София Константинопольская заменяет прежде стоявший на этом месте храм Святой Софии, совершенно не отличавшийся такого же рода блеском и великолепием, и знаменает собой очень любопытную идею трех, скажем так, догматических храмов, построенных на территории Константинополя. Каждый из них посвящен Христу Спасителю и отражает какую-то определенную идею или мысль, связанную с ним. Это храмы Софии, Ирины и Динамис, то есть мудрости или премудрости, мира и силы. Каждый из них, повторяюсь, храм Христа. Но Христа как Божий премудрости, Христа как мира и мироподателя, и Христа как явленной силы Божьей. Из этих трех храмов до настоящего времени существует два, то есть храм Динамис в свое время, будучи разрушенным, никогда более не восстанавливался. Обывательски мы часто считаем, что храм Софии Константинопольской построен в честь святой мученицы Софии, а храм Ирины, соответственно, в честь великомученицы Ирины. Нет, это радикально не так. Все это храмы в честь Христа Спасителя. В этом храме, например, тот же самый император Юстиниан устанавливает такого рода череду служителей. То есть мы понимаем, и давайте как-то это соотнесем, например, с нашими представлениями о нынешних кафедральных соборах. По указу императора штат Софии не должен превышать 60 пресвитеров, 100 диэконов, 40 диэканиз, 90 диэконов, 110 чтецов, 25 певцов, 100 привратников. С точки зрения ряда исследователей вот эта норма, озвученная к VI веку, впоследствии превышалась многократно. То есть перед нами огромнейший кафедральный собор, исполненный служителями. Соответственно, блеск и великолепие этого богослужения даже спустя многие столетия были столь велики, что, собственно, мы можем вспомнить послов князя Владимира, которые из глуби наших славянских лесов туда придя, впоследствии свидетельствовали, что мы не знали, где мы оказались, на небе или на земле. Вот совершенно это неудивительно в том смысле, что для многих и христианских, и долгое время христианских народов София Константинопольская являла совершенно удивительной и недосягаемой венец, да, и величину в плане реализации христианского богослужения. Нужно заметить, что в рамках этого храма формируется совершенно своеобразное, совершенно уникальное богослужебное последование в массе своей, никогда не воспроизводимое в каких-либо других условиях. Это так называемое песенное последование. Однако, внутрь, в том числе, литургии и, соответственно, ряда других наших современных богослужений, некоторые его элементы все-таки попали. То есть, мы упоминаем, например, весь этот блеск и великолепие ввиду того, что именно здесь очень активно развивается тема антифонного пения. Происходит она не отсюда. И, по всей видимости, вполне возможно, Иоанн Златоуст переносит ее из, собственно, Сирии, где антифонное пение существует уже определенный период времени, но приживается она тут как никогда, потому что огромный храм с великолепной акустикой на два хора дает, конечно, удивительное совершенно звучание. По поводу антифонов мы с вами также чуть позже поговорим. Также, по всей видимости, изнутри именно песенного последования в наше богослужение входит как регулярный формат тексты ряда тропарей, ну, то есть, например, собственно, тропарь Софии, единородный сыни, становится просто частью литургии, а в принципе и тропари как жанр вполне возможно активно популяризируются в православном богослужении через вот то самое песенное последование. Ну, и в качестве последней ремарки можно вспомнить уже достаточно позднего периода, ну, для рассматриваемого нами времени, студийскую реформу, серьезные изменения в богослужении, осуществленные благодаря деятельности и Федора, студита преподобного, и ряда его учеников в студийском, соответственно, монастыре Константинополя. это у нас уже период VII-VIII веков. Именно благодаря им формируются те тексты, которые будут потом активно используемы в рамках в том числе наших литургических непосредственно последований. Это те же самые триоди, например, и а кто их? Плюс также к литургии непосредственно не относящиеся, но тоже интересный момент, что, например, именно студийские монахи популяризируют такую форму как канон, которая впоследствии станет очень серьезной частью православного богослужения. Таким образом, подводя итог, мы можем сказать, что в послеконстантиновскую эпоху церковь, выйдя из вот этого периода гонений и став церквью большинства, конечно, приобретает в своем богослужении те формы, которые наиболее вместимы для этого самого большинства. И, желая подчеркнуть в общем-то величие Божие, тот чаемый свет Царства Небесного, к которому мы стремимся, делает она это в достаточно простых и понятных для вот этого массового христианина формах. это благолепное богослужение, это красивейшее пение, это соответствующие храмовые здания и храмовые интерьеры, то есть приобретает в общем-то все те формы блеска и великолепия, в которых мы знаем православное, да и вообще шире сказать, христианское богослужение и сейчас. Замечу, что это не единственные формы, в рамках которых это богослужение может существовать. Более того, мы увидим, что в рамках и всей последующей христианской традиции эти темы будут преломляться очень по-разному. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.